И остановился я на таком очень непростом времени, но которое нам нужно, очень даже необходимо просто понять. И вам теперь уже, наверное, после этих часов некоторых уже более-менее понятно, как в христианство пришло много ересей разных. И чаще всего почти все эти ереси известные имели ярко выраженный политический заказ. Почти все ереси. Тот же самый бета-баптизм, включение младенцев, это ярко выраженный политический заказ на то, чтобы христиане уже самого своего начала, ну, вернее, люди, граждане империи, чтобы с самого даже уже рождения уже были христиане, может, все. Не переживая вот этого покаяния, личного обращения. Потому что личное обращение, оно подразумевает как бы личную ответственность и, значит, какое-то право думать самостоятельно. Как бы то, что политикам обычно не нравится. Тем более тиранам, тем более вот таким диктаторам. Ну и много других ересей тоже. Многобожий, трупоконство, амбультизм, это ярко выраженное было политически заказное действие христианства. Поэтому освобождение церкви от лжеучений через восстановление главенства Иисуса Христа, через то, чтобы действительно главой церкви был Иисус Христос. Не номинальным, а реальным, фактическим. А фактически главенство Иисуса Христа таким образом совершается через Слово Его. Что вы зовете мне Господи, Господи, они делают от того, что я говорю вам. То есть, называть Иисуса Господом, это не просто титул, это не просто сам такой, знаете ли, почетный, как вот свадебный генерал или британской королевы, допустим. Нет, это действительно, это власть. И вот когда-то наши предки писали на лозунгах «Вся власть с советом», пришло время написать нам сегодня в церквях другой лозунг «Вся власть Иисусу». Вот когда вот это будет работать, действительно, и нужна такая революция в церкви, когда христиане захотят действительно в своей личной жизни, в своих семьях, в церквях, общинах, всю власть отдать Иисусу Христу, тогда действительно переворот великий совершится в христианстве. Слава Богу. И он уже совершается. Уже пять столетий поэтапно, постепенно совершается возвращение власти Иисусу Христу. Власть постепенно переходит к Иисусу. Слава Богу за это. Но по поводу еще того самого шестого столетия. Я остановился на вот этих Юстиниане и Феодоре. Нам нужно еще кое-что узнать. Как бы говорить, не говорить, но я решил все-таки рассказать эти моменты некрасивые, уродливые, но очень нужные. Чтобы, знаете ли, чтобы в нашем сердце было отвращение к греху. Потому что ненавидеть зло, это и есть великое привилегие детей Божьих. И действительно, Бог помазывает нас тогда очень сильно, если мы действительно ненавидим зло. Ненависть очень сильное чувство. Оно есть в каждом человеке. Но человек неверующий ненависть обращает на другого человека. Человек верующий обращается в ненависть на дьявола, на грех, на заблуждение. Но не на человека. То есть мы знаем, куда направить это чувство. Куда направить нашу ненависть. И потому что если ты не будешь ненавидеть дьявола, не будешь ненавидеть грех, то ты неизбежно это чувство вылечит на другого человека просто-напросто. Мы не должны так поступать. Любить людей, любить окружающих, даже самозабудших людей. Даже как Иисус поступал, даже распинающий, даже благоставлял. Даже тех, кто убивал его, благоставлял. Но ненавидел зло, ненавидел грех. И ради этой ненависти возошел на крест. Любовь и ненависть это все вместе. Слава Богу. И полюбив человеку по ненависти ко греху, к проклятию болезни, к нищете, к проклятиям всякого рода, Иисус зашел на крест, ибо любви к человеческому роду, к спасению греха, ранен спасение грешников. Да, и я упоминал уже, что Феодора была такая очень женщина развратная, крайне развратная, и она публично дом смешала с церковью. То есть, как бы при ней фактически вот эта грань стерлась. Ну, самый видимый знак, самый такой уздаваемый знак, это вот знаменитые куличи с яйцами, которые на Пасху стали есть. До того христиане на Пасху ели опресники. Ну, как вот в Писании говорится, что Пасха еще имеет другое название, праздник пресного хлеба, да, праздник опресников. Вот, в Новом Завете апостол Павел, он, значит, рассказывает, объясняет для коринфских верующих, что опресники являются знаком, почему мы их едим на Пасху, знаками чистоты святости. Он написал коринфянам это, тем более, что большинство из них были неевреи, мало знали объяснение это еврейское, что означает именно опресник. Он означал всегда чистоту и святость, не имея закваски, ничего-либо подобного. Значит, и квасное, взбродившее дрожжевое тесто, проще говоря. Павел написал коринфянам, что оно означает порог и лукавство человеческое. Поэтому на Пасху мы, как бы, принципиально отказываемся от, значит, квасного ради пресного. Но хотя не все христиане сейчас это, как бы, соблюдают, но мы верим в то, что наша Пасха это сам Христос, Иисус Христос, который есть наше опресник, который есть наша чистота, наша святость. Вот. Но первые христиане, первых 300 лет, и потом уже, там, 200 лет уже в свободной жизни, по-прежнему, особенно на Востоке, ели опресники, и, значит, как бы, ну, это считалось само собой разумеющимся. Феодора решила изменить даже это видимое, как бы, проявление. И на Пасху приказали императору Феодору Истинян, приказали всем христианам отныне есть только лишь квасное, под страхом смертной казни. То есть, если, допустим, вдруг обнаружилось, что у кого-то из христиан на пасхальном столе опресники, то ждала смертная казнь христиан за это. Вот. Были обязаны христиане есть эти куличи всю неделю пасхальную, были обязаны есть только лишь квасное, ничему пресного. То есть, все наоборот. Казалось бы, это просто видимый знак. И сейчас, в принципе, для большинства христиан, и православных в том числе, куличи, это просто как вот пасхальный хлеб. То есть, ничего это особо такого не говорит, это булка, как бы. Но в те времена, в шестом столетии, это было не так. В те времена люди знали, что это такое. Это были знаки блуда. Фаллический культ поклонения мужскому половому органу как богу, как божеству заливался на глазурью, что означало себе извержение, украшалось яйцами, и это съедалось ритуально. Это было знака уже публичного дома, или отдельно практикующего проститута, или проститутки. Значит, выставлялось это, как говорится, хлебопулочное изделие прямо вот на видимом месте, на окне где-нибудь, чтобы прохожие могли видеть, что здесь публичный дом, или проститутка, или проститутка. Значит, да, и заходили туда. Потому что вывески были запрещены, подобные, это неофициально все было. Порнография на стены была запрещена, только лишь внутренняя была разрешена. Вот, значит, поэтому, как бы, нельзя было, значит, сделать вывеску, или нарисовать, как раньше, допустим, обычно в древнем мире рисовали порнографии прямо вот на фасадах домов, чтобы люди проходили и знали сразу, где это находится, публичный дом. Поэтому, единственное, что было позволительно в то время, это выставлять, вот, это, как бы, знак мужского органа, полового, значит, прямо вот на видимом месте. Специально булки были невысокие, но были и высокие, специально, значит, показывали, насчет, там, насчет, ну, как бы, их размер, будем так говорить, насчет, и созывали клиентов. Феодора, насколько имела развращенное сознание, что она приказала это восстановить в церквях, по всем храмам, по всей Византии. Те священники, что отказывались, их лишали пожизненно священного сана и отправили в сынку. А если мирянин отказывался, его казнили. То есть, если он не священник был, его казнили. Некоторые, конечно, целые семьями христиане просто бежали из империи, куда глаза глядят, потому что видели, что империя катится просто в тартарары. У власти такая негодная женщина стоит. И это Феодора стала изомерию такой, истребляя служителей божьих, которые старались принципиальными, библейских, каких-то позиций, моральных позиций, какие-то их удаляла. На их места ставила всякого рода извращенцев и негодных людей. Продажных, монахов часто ставила, чрезвычайно распрощенных. Ставила на их места. И поэтому церковь на Востоке начала очень быстро деградировать. На Западе не так сильная власть была Феодоры, поэтому на Запад, Западная церковь была, ну, морально чище, как бы, значит, и не так сильный контроль был, не такой сильный контроль был на Западе. Кстати, когда на Западе узнали об этом указе, а это было обязательно для всей империи, и на Востоке, и на Западе, западные епископы, итальянские, испанские епископы, германские, экстренно посовещавшись, приняли решение отказаться от этого, хотя была смертная казнь, обещанная им за это, но, значит, они отказались публично это делать, значит, есть эти мерзости, значит, и заявили, что мы будем есть по-прежнему на пасу, значит, на пресноке, и при части делается преснок, мы будем делать. И отослали это письмо, очень вежливое, но такое конкретное, на Восток. Насколько были разъявлены, вот эти люди, сама Феодора, в частности, была послана армия на кораблях для такой, ну, как карательной экспедиции в Италию, чтобы силу и меча принудить западнохристиан, тоже есть эти мерзости. Значит, западные христиане объявили пост и молитву, потому что спасаться было не от кого, ну, некому, армии не было как таковой, тем более от своего же короля, своего же императора, как спастись. Ну и молились. Дальше было чудо. Вся эта армия фактически утонула. Была буря, которая в это время года корабельщики никак не ожидали, какого-то шторма, тем более очень серьезной бури. Эта бури потопила фактически весь флот Византии. А оставшиеся корабли, которые остались целыми, были не в состоянии двигаться дальше. Все. Экспедиция закончилась неудачей. Фактически вся армия и флот оказались на дне Средиземного моря. Значит, самое интересное, даже после этого знамения Феодора не покаялась. Наоборот, с больной головы своей она на здоровую стала валить. Что, мол, я обвиняю западнохристиан в колдовстве, что, мол, они давили порчу на нашу доблестную византийскую армию, значит, и потопили ее, значит, на дне моря Средиземного. Но, знаете ли, потом уже не было такого случая посылать армию, не было ни возможностей, ни ресурсов никаких для такой экспедиции. И после этого инцидента история западной и восточной части, она стала уже немного разной. То есть уже начался, ну, еще далеко было до официального разделения, далеко еще было, очень далеко, но фактически уже брешь была положена очень серьезная. Знаете, как в том мультике про белочку, да, значит, ледниковый период, когда орешек она раз, не срочно, постепенно, постепенно, постепенно пошло. И вот, начиная с VI столетия до XI продолжалась вот эта вот трещина. Идти, 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 и в конце концов разделились. Уже в XI столетии официально, как бы, обменялись проклятиями друг на друга, значит, восточные прокляли западные, западные прокляли восточные, уже официально, уже бесповоротные, это считается, хотя ненадолго, уже в конце того же XI столетия восточные попросили помощи военной и гуманитарной у западных. То есть, ну, как бы, куда мы денемся, с подвода на лодке, говорится. В принципе, значит, мы нуждаемся друг в друге, как ни там, не проклянай друг друга, как ни там, не осуждай, все равно нуждаемся. Но официально эти проклятия, они, как бы, считались действующими до уже нашего времени. В 1900, не помню, в каком году уже, в 64-м или 67-м, 67-й, по-моему, год. Вот уже 20-е столетие, после Второй мировой войны уже, 1967, по-моему, седьмой, если не ошибаюсь я, год, в декабре месяце, точно-то я знаю, что в декабре месяце, даже в нашем календаре, в нашей церкви там, да, это отмечено, произошло официальное снятие этих проклятий, как бы, официально. То есть, как бы, додумались-таки, все-таки, аннулировать эти проклятия с 1054-го года до 1967-го, или 65-го, не помню точно сейчас эти годы. Значит, ну, после Второго Ватиканского собора, где-то в это время как раз, или в завершении Второго Ватиканского собора, католической церкви, Папа Римский тогдашний, он с участием этих епископов, кардиналов Западной церкви, точной копию этого исторического документа о проклятии на восточных христиан, уничтожил, значит, собственноручно, прямо, ну, в соборе таком, как бы, епископов. А в этот же самый день, в этот же самый час, они договорились уже, значит, в Константинополе, в Стамбуле, уже, патриарх Вселенский православный, с епископами, митрополитными православными, точную копию другого исторического документа, где его предшественник проклинал всех Западных христиан, уничтожил. И договорились, что все, отныне православный католик этот друг не проклинает больше с этого дня. Вот, русская православная церковь находилась за железным занавесом коммунистическим, поэтому не присоединилась к этой акции, а все остальные православные церкви в мире присоединились. Православная церковь, правда, присоединилась, Но чудесным образом, в 1971 году, чуть позже, в 1971 году, благодаря митрополиту Никодиму, Новгородскому, Ленинградскому и Новгородскому тогдашему, митрополит Никодим, он был реформатором, по сути, он таким был не радикальным, может быть, реформатором, но таким реформатором-эволюционистом, хотя некоторые вещи были у него радикальные, конечно. Вот, меня руполагал в свое время, в 1991 году, епископ, архиепископ Симон Лязанский-Катимовский, священника руполагал, перед тем диакона еще. Так вот, этого епископа как раз, мой епископ, этот архиепископ Симон Лязанский, он был одним из соратников вот этого митрополита Никодима в свое время, в Ленинграде и в Новгороде, значит, имел с ним общение и дружбу. Еще в будущем молодыми служителями они имели дружбу. Так вот, и митрополит Никодим, Ленинградский-Новгородский, на соборе 1971 года в Москве, выступая, был, получается, главным спикером. Так получилось. Это не было планировано, это было так, не планово, но он стал главным спикером этого собора. Тогда умер патриарх Алексей I, значит, Симанский, значит, избрали нового патриарха Пимена уже тогда. Патриарх Пимен. Значит, потом был Алексей II, потом вот Кирилл, нынешний патриарх Московский, все русские. Так вот, значит, и когда избрали Пимена, Никодим, по сути, был главным спикером. И он заявил, что церковь должна покаяться многих вещах. Это было впервые заявлено, очень серьезно. И благодаря Никодиму были сняты эти анафемы торжественные, уже официально, окончательно, как считается, со Староградчества. И, значит, с католичества. И было заявлено, что христианство, это не только православный церковь. Это гораздо больше, чем мы можем себе представить именно нашей конфессии. Но вскоре после этого КГБ устранило физически этого митрополита. Официальный некролог был довольно-таки скупой, что это был приступ сердечный. Хотя слухи ходили о том, что его убили. И правда узналось только лишь уже в наше время. Уже в 92-м, по-моему, году, когда комиссия депутатская при Госдуме, во главе с Альмом Пономаревым, огласила официальные документы КГБ СССР в Слубянке с грифами «Секретно» за 71-й год, где значилось, что было секретное заседание главкомитета КГБ СССР. И в числе прочих решений были приняты решения о физических ликвидациях некоторых религиозных политических деятелей. И вот один из деятелей религиозных, который он в списке был, это митрополит Никодим Ленинградский-Новгородский. По спецзаданию КГБ СССР было организовано убийство его, которое внешне медиками было определено как именно сердечный приступ. Недостаточно сердечный. Вот, значит, на самом деле было спецсредство использовано КГБ СССР. Значит, это преступление КГБ, значит, было расстое в 92-м году. В официальном вестнике Государственной Думы Российской и в других сборниках правозащитников были опубликованы эти документы, однородованные. Но Никодим, он стал, знаете, как пионером реформации, уже в наше время уже. Потому что в конце 60-х, и вот до самой своей смерти, он, значит, по сути, ну, как бы, многие такие очень пролистенные идеи говорил. Александр Мень, уже чуть позже, ну, священник православной церкви, тоже он поднимал вопросы реформ. Во многом, окраясь на, как раз именно на выступление, речи и идеи именно митрополита Никодима. Значит, Александр Мень, он тоже погиб, трагически погиб в 90-м году. Он год не дожил до падения безбожного Советского Союза. Но он уже предчувствовал, что вскоре эта империя зла разрушится. Но он мечтал о евангелизации по всей России и тогдашней, по всему СССР. Но вот не дожил он до этого момента. И в сентябре 90-м года его убили его. Так не раскрыли это преступление, так не нашли. Но, по всей вероятности, тоже КГБ приложило к этому свою руку. Потому что почерк слишком уж, как бы, себя выдает. Ну, это о реформации уже нашего времени, как бы. Реформация нашего времени. Но, вернемся снова в 6-е столетие. Юстиниана Феодора. Не только по поводу ключей и яиц, они известны. И прочих этих оккультных, этих штучек. Наверное, самое большое зло, которое они сделали, даже не это. Это чисто внешние какие-то знаки, они принесли оккультные. Но самое основное, что они сделали, они принесли ереси. Конкретные антибиблейские ереси. Учение называется, отметьте себе в конспектах, об апостольской правопреемственности. Слышали такое учение, наверное? Встречали, наверное, упоминания какие-то об этом учении. Об апостольской правопреемственности. Лжеучение об апостольской правопреемственности. Так оно называется официально, это лжеучение. Об апостольской правопреемственности. Именно в шестом столетии, именно во времена Юстиняна и Феодоры, это учение впервые становится, его огласили, его приняли как догмат церкви. Лжеучение об апостольской правопреемственности. Это учение, его можно очень просто объяснить. Саму суть для тех, кто может не в курсе. Это учение говорит, что Дух Святой сошел в две пятидесятницы на 12 апостолов, другие говорят 13 человек, потому что 12 апостолов и Мария, еще Матерь Иисуса Христа. На самом деле это уже полуправда. А полуправда бывает хуже, чем ложь. Полуправда в том, что не на 12, не на 13. Их было человек 120. Там были и мужчины, и женщины. Там были, да, эти 12 были. Но там были и другие мужчины, и женщины. Но зачем врать было в самом начале? Чтобы потом вывести неправильное учение. Якобы, получив вот эти 12, получив именно Духа Святого, языки, значит, причине Духа Святым, они это как бы законсервировали и передавали по наследству своим премникам, рукополагая себе епископов. По цепочке, непрерывной цепочке, рукопознажений. Якобы, это есть гарантия того, что Дух Святой сухводит, и вот рукополагаемый становится, ну, каноническим епископом. И передает дальше благодать. Якобы, вот эта непрерывная цепочка рукопознажений, она архиважна. Потому что без этого, якобы, спастись невозможно вообще. И церковь в целении церковь, и христианство, и не христианство. Без этой непрерывной цепочки рукопознажений. И якобы, эта цепочка существует до наших дней, и больше того, она должна передаваться до второго пришествия Иисуса Христа. И если человек в ней этой цепочки, или, допустим, находится в церкви, где нет этой правопреемственности исторической, то, якобы, у человека нет никакой надежды спастись, он, по сути, вне церкви. Это не церковь, это просто секта, и все. Вот такое учение. Очень странное учение. Слава Богу, что первых четыре столетия христиане ничего в этом не... Ну, это не пять столетий. Христиане ничего в этом не знали. Слава Богу. И жили себе мирно. Но для чего это нужно было, это лжеучение? Во-первых, покончить с религиозной оппозицией всякой. Помните, я вам говорил, что существовало до самого шестого столетия, вот сейчас помню, почему я упоминал уже 153 год, до самого шестого столетия существовало как такое официальное христианство, да, государственное, так и неофициальное, негосударственное. О неофициальном христианстве очень мало информации, то есть почти ничего неизвестно. Известно, что собирались конференции, свои соборы, но о чем они решали, так и неизвестно вообще. Но наверняка что-то решали, ведь какие-то решения были принимаемы. Но неизвестно. Соборы были большие, даже по количеству участников, насколько я понимаю, были большими, намного, в разы большими, чем в официальной церкви. Хотя историки обычно говорят, что неофициальное христианство было меньшим гораздо явлением, чем официальное. Но, как бы, это еще, ну, можно даже с этим поспорить, получается. Интересно. То есть конференции, соборы, допустим, тех же самых донатистов в Африке в пятом столетии насчитывали более тысячи делегатов. На Вселенской соборы было гораздо меньше, в разы меньше. Вот, значит, то есть это, как бы, еще можно даже предположить, что движение тех же самых донатистов или других было даже больше, чем официальное христианство, о котором историки много пишут. Потому что много есть информации, как бы, много есть публикаций, много есть трудов всяких. А сочинение этого христианства, участников этого не альтернативного христианства, они, как правило, не дошли до наших дней. Их просто-напросто сжигали и самих писателей, и самих техники уничтожались. И поэтому информации почти мы никакой не имеем. Значит, если имеем, то только лишь со слов их палачей, которые только лишь обвиняли и ругали их. И все. Больше, как бы, почти ничего неизвестно. Так вот, и согласно вот тем законам Иштиняна и Феодоры, все церкви должны были принести, доказать свою каноничность, правопреемственность. То есть они должны были доказать, что по крайней мере от Константиновых времен, значит, непрерывность рукопозложений. Официальная церковь имела такие документы. Конечно, потому что, как бы, вся документация хранилась и, в принципе, как бы, не было никаких проблем. Для неофициального христианства это было большой проблемой. Во-первых, документация, как правило, не велась. Если велась, то не хранилась так долго. Было связано с гонениями, время от времени возникающими. Вот, значит, и поэтому у них были проблемы. Но даже те, которые даже и собирали документы, им все равно было отказано в регистрациях этих, потому что они не ввелись в официальную церковь и не признавали ее официальную церковь. Поэтому подвергались репрессиям. Их помещения, здания все были отобраны насильственно, конфискация была полной имуществ, значит, и репрессии, смертной казни, значит, как правило, значит, или же изгнания, высылки за пределы империи. Вот такая была история. То есть это учение, лжеучение, оно с самого начала родилось, было рождено для, ну, раскола, что ли, в христианстве. Для того, чтобы разделить христиан на христиан первого сорта, как бы государственных, и христиан второго сорта, не государственных. И объявить репрессии по отношению к негосударственным христианам. Да, учение ложное. Почему? Ну, три пункта можно обозначить, я обычно вот такие три пункта советую обозначить. Почему это учение ложное? Почему мы можем узнать, что это учение ложное? По трем пунктам. Первое, Библия. Это учение противоречит Библии. Библейскому пониманию спасения, библейскому пониманию учения о церкви. Просто-напросто этого учения нет в Слове Божьем. Для тех христиан, для кого Библия это действительно книга вероучительства, вероучительная, основная, дальнейших вопросов, в принципе, не возникает. То есть, это самое важное. Но, к сожалению, большинству христиан на земле, как правило, Библия не указ. То есть, она не является основной книгой вероучительной, не является основой, фундаментом. Очень дело, к сожалению. Вторым моментом, доказывающим, что это учение ложное, является история. Хотя обычно на историю ссылаются, большей частью, как раз и учебники, все католические, православные, традиционные, взяв цитаты отцов второго столетия, третьего столетия, четвертого столетия, и доказывая, что это учение было и до пятого столетия было известно. До шестого столетия было известно широко. На самом деле, как правило, это ссылки на более поздние вставки, то есть, в учении отцов, понятно, как говорят, были вставки сделаны. Это, думаю, понятно для чего, да? Чтобы иметь оправдание. Во-вторых, цитаты некоторых отцов древних, они берутся в отрыве от контекста всего послания и исторического фона. И делаются выводы неправильные. Однозначно такой доктрины до шестого столетия не было в христианстве. Это общепризненный факт. И третий пункт, почему это очень ложное, это жизнь. Первая Библия, вторая история, третья жизнь. Жизнь доказывает и все точки над ее расставляют. Иисус говорил об этом так, что собирать без терновника виноград или срепейника с моркови? Нет. Дерево доброе, проносит плоды добрые. Некоторые доктрины, которые, может быть, такие сомнительные, проверяются даже самой жизнью. Какие плоды приносит эта доктрина? Эта доктрина в жизни принесла только лишь худые плоды. И до сих пор лишь споры о родословных выносят до сих пор лишь гордость, подпитывают такое чувство премосходства. Я помню свою гордость религиозную. Когда в 91-м меня вложили уже священники, я был горд тем, что это такая скрытая гордость, не открытая. Я теперь понимаю, что это гордость. Тогда я канонический теперь священник. Надо же, на меня возложил руку канонический епископ, на которого другие канонические епископы возлагали свои руки. И так, на злобу из апостолов я могу дойти свою осумну. Я теперь уже, знаете, как тут осел, который в Шреке стал благородным жеребцом, уже белая косточка, голубая кровь, все уже. Значит, теперь уже не просто Сережа, теперь уже отец Сергий, ваше преподобие, знаете ли, типа ваше благородие. Значит, господа удачи, значит, и эта гордость, она еще в семинариях подпитывается еще дорого положения, уже к этому ведется все. Что даже там помнить уроки по гемалитике, ой, я так не любил их посещать. Значит, бывал даже в Ленинграде на тех же урекциях, значит, в Геннессон, в Геннесско-Лавре, значит, в 88-89 год как раз. Значит, и там рассказывать, как можно уходить вперед, как нужно показывать, что мы на дистанции, и освещение, как бы вы никто. Даже если вы там губернатор, там, ну, там, допустим, кто угодно, депутат, там, хоть это первый секретарь, генеральный секретарь, ты уже, так, поскольку, поскольку, я священник, поэтому руку целовать. Я помню, когда теща приехала, уже после рукоположения, начальник дал руку поцеловать ей, а потом уже разговаривала, уже с тещей. Подействовала, знаете. Теща хорошая, слава Богу. Но для многих священников это, знаете, чувство превосходства. И прямо в семинаре к этому обучаю, обучаю, по крайней мере, как нужно выходить, как нужно делать вид такого за знайки, как ты все знаешь, никто ничего не знает вообще, все болва на кругу, ты один такой, прям, такой супер, ты образец знания, видения вообще, благочестия вообще, глазки закатывать. Да, именно так, надо глазами чуть-чуть захотеть, перекреститься, надо так вот тихо, медленно-медленно, чтобы начать, как вот, типа, во имя Отца и Сына и Святого Духа, там, братья и сестры, что-то такое говорить, чтобы человек понял, что уже на втором куплете он понял, что он ничего не знает вообще, и как бы, и знать ему не обязательно. Это как будто они все знают, им сам Бог ввел, а мы просто за хожане, прохожане, ухожаем. Вот, а это специалисты, которые этим занимаются профессионально. Вот, значит, и все. Это настолько, вот я сидел там, вот, хоть провались. Оно мне это надо, вот смотрел на все это. А ведь потом по-другому вызывают на доске, значит, ну-ка, тот говорит, не, не, намеренно, плавно, с чувством превосходства, достоинства, значит, там все это же батюшка, нараспер, говорит так, что вообще, или там забивать такими вещами, то есть это по сути человеческая такая гордость, похоть, гордость житейская, на которой строится. То есть, тем более, говорилось, на вас возложат руки, вы будете уже вот каноническими, теперь вы уже, ну, как-то уже все, бедная косточка будете уже, вот, и в простом прихожане, ну, уже далеко до вас, на всей дистанции моментально такая. Я помню, в 1991 году мне фаршарки давали несколько раз, значит, за то, что просто, ну, чуть больше, чем, как бы, предполагалось, общался с людьми, с прихожанами, значит, и били, и выговорами устными, и рублем, самая больная была, наверное, конверт мой еженедельный, который мне там вручали в епархии, он был гораздо тоньше уже после этого. Вот, раньше получал конверт чек, обычный средний гражданин, там, ну, за год столько не зарабатывал, столько я за неделю, значит, там, получал, чисто это по черной хасе, кроме официальной зарплаты, официальная была такая, ну, так, чуть выше средней, наверное. Вот, значит, а в конверте я каждую неделю получал очень серьезную сумму, как и другие священники, в принципе, это, ну, теневая экономика в православии, она самая популярная. Вот, значит, об этом есть даже работы, исследования, в том числе, допустим, исследования, так называется, русская право на церковь и ее теневая составляющая, которая, ну, имеет очень, как бы, ну, серьезный вес, эта работа, это не просто, там, знаете, даже журналистское какое-то расследование, это очень серьезный труд. Официально изданный. Значит, и теневая экономика, знаете ли, на чем строится? На православном мировоззрении. Самое удивительное. Коррупция имеет большое оправдание в православной теологии, потому что есть писание, но есть предание. И вот устное предание, оно имеет больший вес, большую значимость, чем писанное слово. Поэтому там, в тех странах, где православие является главной религией, или, ну, религией, как бы, именно формирующей народ, да, там всегда коррупция. Абсолютно всегда. Потому что сам приоритет над законом, вот, устного предания, формирует такое мировоззрение. Даже если закон, допустим, написан на одном, но какой-то устной просьбой начальника или его звонок, допустим, он делает больше, намного, чем закон. Потому что это в самой сути традиционного православия. И это требуется реформировать. Многие западные люди нас не понимают совершенно, потому что они формируют на других мировоззрениях. Допустим, особенно американцы. Значит, Задорно говорит, тупые американцы. Потому что они привыкли закон исполнять, потому что с самого начала Америки другой фундамент принципиально заканчивался именно Библия. Написано, написано, написано. То есть, как бы, и люди с отцов-основателей, начиная с Джорджа Вашингтона, другие писали. Все строится на исполнении слова, написанное слово этому приоритет. Никакое предание, никакая просьба личная, какого-то там, даже посредоставленного человека никогда не может быть выше описанного слова. Это, ну, в идеале так, по крайней мере, должно быть. Значит, и, конечно, это другое мировоззрение совершенно. Это, как бы, знаете, как другой полушарий совсем. Это плюс и минус. Но выход для нас есть, даже для рожденных в православной культуре и воспитывов в православной культуре, есть выход вернуться к Слову Божьему. Ну, вернуться к авторитету Божьего Слова. Но это все переворачивает, абсолютно все. Наизнанку выворачивает просто-напросто. Ну, ничего. А другого пути нету. Реформация – это не просто, знаете ли, цветы. Это еще и шипы. Это очень серьезно. Так, по поводу лжеучения, к этому мы разобрались. О правоприемственностях. Но это еще не все, правда. Там еще целый букет разных других лжеучений был в это же самое время. Но, наверное, там достаточно уже, чтобы себе представить эту эпоху. Христианство на Русь пришло когда? Вы писали это, да? Наверное, уже проходили. 988 год. 10-е столетие. Вы себе теперь можете представить, какое христианство пришло на Русь. Не библейское, не евангельское, не с царем в голове, а без царя в голове. Без Иисуса Христа в разуме. Не христиантричное, а потерянное, растерянное, деградированное. В этом-то и, понимаете ли, главная проблема. Был случай такой, интересный мне описали, рассказали. Когда корейские, южно-корейские пастыри в Москве общались с русскими пастырями протестантскими. И вот вопрос был такой поставлен. Почему в Корее христианство за, допустим, 50 лет сделало больше, чем в России за тысячу лет? Более чем тысячу лет. В чем дело? И вот вопрос, к чему пришли, к самому основанию. Христианство в Корее пришло с Библии в руках. С Иисусом Христом на устах. Всем говорили, что Иисус, Иисус, ни в коем даром нет спасения, убеждали. Миссионеры, которые приехали, сотни миссионеров приехали в Южную Корею. Они указывали на Иисуса Христа, указывали на Библию. Никто из них не указывал на Богородицу, на предание. Абсолютно все говорили об Иисусе. И это создало такую платформу, которая стала базой уже для новой Кореи. Прежней Кореи уже нет фактически. Теперь новая Корея, которая построена на другом платформе. На христианской платформе уже, на евангельской платформе. Хотя там разные люди, конечно, есть и будут проживать. Разные люди, но фундамент он заложен был. В Северной Корее, там где коммунисты хозяйничали, они заложили другие основания совсем. Платформу, базу коммунистическую. И до сих пор там констлагеря, и люди голодают, и вот этот дурдом совершается. Когда прежний диктатор их не умер, то потом спецслужба КГБ просматривала все видеозаписи. Сотни часов, тысячи просматривали, наблюдали за всеми плачущими. Кто плохо плакал, тем репрессировали потом. Представляете себе? Вот такой коммунизм. Или вот недавнешнюю вот эту казнь. Когда убили, казнили этого дядю ихнего, лидера этого диктатора, его помощников. Все участники, все члены вот этого ихнего ЦК наблюдали это все живьем. И люди видели эту казнь, ну по местному, как раз мы на телевидении. В большую клетку поместили вот этих несчастных, обреченных на казнь. И сотня голодных псов их не кормили перед тем, как ледоедов туда запустили. И они на глазах, на протяжении часа они разрывали этих несчастных на клачни в Северной Корее. Просто обвиняя их в заговоре, и ихний диктатор обязал всех этих лидеров компартии наблюдать это все в живьем. Не по телевизору, а на живьем, на их глазах. Как вот на глазах Цезаря разрывали этих людей на части. Притом этот дядя, он был один из лидеров компартии, считался величайшим столпом компартии вот ихнего, ну северокорейского народа. Это буквально событие в последних месяцах. Вот и один народ, казалось бы, одни корейцы, да? Корейцы очень трудолюбивый народ. Они такие трудоголики. Я знаю, корейцы многие очень любят. Хорошая кухня, интересная такая, сообразная, острая такая. Да, значит, один народ, одна культура, казалось бы, но разный фундамент был заложен. Так получилось, что этот народ был разделен волей судьбой на две части. По-живому, как вот германский берет этот народ, да? На коммунистическую и свободную часть. И разные абсолютно истории, абсолютно разные. Поэтому как человек верит, так он и мыслит. Как он мыслит, так он и поступает. Как он поступает, так он и живет. А ну, че-то, спасибо. Че-то, че-то.